всем привет добро пожаловать на одиннадцатый урок мы почти подошли к финишу нашего курса об умножении на этом уроке я хочу поговорить о препятствиях к умножению и мы рассмотрим их на примере третьего слуги которого мы назвали лэри что удерживало его от умножения первое что он сказал я знал что ты человек жестокий и так ошибка номер один он не знал характер своего господина и еще он сказал я боялся и так невежество о характере его господина его неверное представление о нем вынудило его бояться такое происходит со многими людьми когда мы не знаем бога близко мы начинаем бояться и поэтому не приумножаем это не про каждого человека но о многих знаете есть одна история которую я хочу вам рассказать о знании бога мне она кажется интересной несколько лет назад я летел на гавайи из дэнвера проповедовать на конференции это была лидерская конференция я помню что после восьмичасового рейса я сидел у бассейна ожидая когда приготовят мой номер там же была женщина тоже одетая как и я ожидавшая свой номер я начал разговаривать с ней оказалось что она приехала туда на другую конференцию которая проходила в этом отеле так мы разговаривали и она спросила чем я занимаюсь и что делаю здесь я сказал что я приехал в качестве спикера на лидерскую конференцию я служитель евангелия когда она это услышала она сразу же начала говорить о своем знании бога она начала мне рассказывать о нем и уже в первые минуты по ее словам я понял что она не знает бога она говорила и говорила а я спрашиваю дух святой что мне сказать ей и бог дал мне идею я дал ей закончить ее высказывание и сказал вы видите того человека на другой стороне бассейна она сказала вижу я сказал я вам кое-что скажу о нем он веган он не ест никакую еду с глазами кроме того он тренируется в олимпийской сборной по плаванию он любит скайдайвинг он любит теннис он любит бадминтон и обожает рисование а видите ту женщину она стоит около джакузи она сказала да вижу я сказал это его жена она примерно на 10 лет его моложе женщина смотрела на меня немного смущенная почему потому что она только что изливала свое сердце говорила о боге как я вдруг перевел тему разговора на парню у бассейна но любопытство взяло верх она сказала откуда вы знаете его он тоже приехал с вами на конференцию я сказал нет я даже не знаком с ним внезапно у нее полностью изменилось выражение лица и она с тревогой посмотрела на меня вероятно думала кто я такой ловелас агент фбр цру откуда он так много знает о незнакомом ему человеке я заметил ее беспокойство заметил ее замешательство и внезапно он сказал ну я так верю о нем она посмотрела на меня и я сказал вы только что мне рассказывали все это о боге а я по случаю знаю бога и почти все что вы сказали не совпадает с тем что написано в его слове которое он дал нам чтобы знать его я сказал точно так же как вы составили свое убеждение о боге я составил свое про этого парня но вы хотите знать почему большая часть того что я сказал об этом парне неправда потому что я не уделил время тому чтобы узнать его и я сказал я не думаю что вы уделили время чтобы узнать настоящую личность иисуса христа знаете после этого наш разговор затих вскоре она стала и ушла но знаете я уверен что он надолго повлиял на нее он просто показал ей что скорее всего она не знает какой бог приглашение открыто для всех нас узнать бога близко но это приглашение связано с параметрами апостол павел говорит так наши отношения с иисусом подобны тому как оставить человека отца и мать и соединиться со своей женой он сказал и двое станут одной плотью на самом деле это иллюстрация как написано в ефесианам 5 32 о единстве христа и церкви бог дал нам картину ту которую мы видим каждый день о том какими должны быть наши отношения с ним это брак мужчины и женщины давайте поговорим о нем когда женщина идет к алтарю в подвенечном платье она тем самым передает очень важное послание она прощается приблизительно с четырьмя миллиардами парней да она говорит прощай каждому мужчине на планете это единственный мужчина которому я отдаю все свое сердце и жизнь так мы вступаем в отношения настоящее отношение с иисусом христом так мы приходим к близкому познанию нашего творца послушайте что говорит иисус это матфея 16 если вы действительно хотите следовать за мной вы должны сразу и полностью отвергнуть свою жизнь и отречься от нее и вы должны быть готовы взять мой крест и принять его как свой собственный продолжая сдаваться моим путям потому что если вы выберете самопожертвование и потеряете свои жизни для моей славы вы будете продолжительным образом раскрывать истинную жизнь но если вы решите сохранить свои жизни вы потеряете то что пытаетесь удержать единственный способ познавать иисуса это полагать свою жизнь знание бога это не одноразовое событие но продолжение день за днем служить любить и полагать свою жизнь за него точно так же как муж и жена должны делать по отношению друг к другу если вы хотите поговорить о настоящем ключе к познанию бога то он содержится в святом страхе в притчах 1 главе 7 стихе написано начало мудрости страх господень какой мудрости научной мудрости мудрости писания нет в притчах 2 главе с 1 по 5 стихи написано и обретешь знание бога бог говорит что когда вы воззовете чтобы познать его когда вы взыщете его всем сердцем когда вы исследуете писание в попытке найти его вы поймете страх господень и найдете познание о боге сегодня мы бы сказали что мы тогда познаем бога близко я не хочу пугать вас говоря о страхе господнем потому что когда люди слышат это слово они думают что страх перед господом бог не дал мне духа страха нет это не тот страх страх господень не значит бояться бога невозможно быть в близости с тем кого вы боитесь это значит страшиться остаться вдали от него представляем мессенджер x совершенно новый ресурс платформа для скачивания и просмотра видео это абсолютно новая цифровая библиотека ресурсы по ученичеству от джона или забивер включает видео уроки аудиокниги электронные книги короткометражные фильмы библии и другое новую платформу можно использовать на любых устройствах она совершенно бесплатная на более чем 111 языках ученичество для всех и всюду скачайте приложение или перейдите на сайт мессенджер x точка ком итак первое определение страха господнего это страшится остаться вдали от бога страх господень это значит благоговеть перед ним это очень сильное слово что оно значит оно значит почитать чтить и уважать его больше чем кого-либо или что-либо именно это написано в словах иисуса мы ставим его превыше всего наша жизнь даже больше не принадлежит нам она принадлежит ему это означает что мы превозносим его выше всего и считаем желание его сердца более важными и ценными чем наши собственные это когда мы начинаем любить то что он любит и ненавидеть то что он ненавидит то что важно для него становится важным для нас то что не так важно для него не так важно и для нас этот святой божественный страх ставит нас в позицию искренних отношений с ним если вы посмотрите на моисея и израилетян они знали бога потому как он отвечал на их молитвы они знали его действия но моисей знал его пути моисей ставил желание бога превыше всего благодаря этому у него было близкое знание бога если вы посмотрите на израиль они постоянно думали что бог тиран он пытается заморить нас голодом он пытается уничтожить наших детей в египте у нас была хоть какая-то еда сейчас он привел нас сюда в пустыню чтобы уничтожить нас они видели в нем тирана так смотрел на своего господина третий слуга я счел что ты жестокий человек тиран когда мы не знаем бога мы получаем неверное восприятие о том каков он еще я должен вам напомнить что весь израиль вышел из египта египет был прообразом мира выход из египта это прообраз рождения свыше и вот мы видим толпу людей прообраз и тень народа который спасен но еще не знает характер бога они по-прежнему видят в нем тирана потому что им недостает святого страха вот почему когда бог сошел на гору а народ разбежался моисей сказал не бойтесь бог пришел чтобы испытать вас и чтобы страх его был пред лицом вашим дабы вы не грешили бог хотел близких отношений с ними как с моисеем потому что он сказал я вывел вас из египта чтобы привести к себе чтобы сделать вас царством священников сделать вас царственными но они отвергли его потому что они отвергли святой страх если же вы хотите познать бога и не хотите стать как третий слуга вы должны отречься себя взять крест и последовать за иисусом с радостным сердцем служить ему ставить его желание превыше своих давайте продолжим вторая вина того слуги не святой страх первая была в том что у него не было святого страха вторая вина не святой страх похоже на противоречие но поверьте мне здесь есть смысл слуга сказал я испугался что произошло страх парализовал его любовь к богу это противоположность небожественному страху если посмотреть на 1 и она 4 18 и он говорит совершенная любовь изгоняет страх никогда не забуду то время когда я был в сан-диего калифорнии и только услышал о гибели сына одного очень известного пастора по моему была авария и это известие потрясло меня я помню что после окончания служения я был у себя в номере снял туфли и начал переодеваться чтобы готовиться ко сну как вдруг мне начали приходить такие мысли у такого-то известного служителя сын погиб от удара током у такого-то известного служителя сын погиб в автокатастрофе у другого служителя сын только что погиб в автокатастрофе еще один очень известный служитель у него было трое детей и он похоронил всех троих я скажу вам такой жуткий страх объял меня но посреди него бог в своей милости проговорил глубоко в мое сердце он сказал сын любая сфера в которой у тебя есть страх не подчинена мне ты все еще владеешь ей я был потрясен услышанным и я подумал боже мой я присвоил себе своих сыновей я решил что мои четверо сыновей принадлежат мне я помню как я стал прыгать и выкрикивать имя своего старшего сына я сказал эдисон не мой остин не мой я назвал имя каждого сына и сказал бог они твои мы с лизой управляющие этими парнями которые принадлежат тебе но ты дьявол не убьешь моих сыновей во имя иисуса христа и знаете что страх потерять сыновей оставил меня в тот день навсегда я никогда больше не думал об этом даже на секунду почему потому что я отдал их тому кому они принадлежат богу совершенная любовь изгоняет страх что такое величайшая любовь положить свою жизнь когда мы истинно отдаем свою жизнь иисусу страх исчезает поэтому позвольте мне снова сказать любая сфера в которой у вас есть страх эта сфера которую вы не подчинили кресту апостол павел обращается к своему сыну тимофею своему сыну вере и говорит тимофей не пренебрегай даром который был дан тебе слово пренебрегать означает упускать оставлять без внимания не думать игнорировать вот что сделал третий слуга однако третий слуга видел своем господине тирана здесь тот случай когда тимофей видел в боге любящего отца но при этом пренебрегал своим даром не все люди пренебрегающие своим даром попадают в категорию слуги который видел своего отца в неверном свете есть люди которые любят бога но не замечают и пренебрегают важностью дара который бог поместил на их жизнь павлу пришлось написать тимофею об этом дважды и сказать тимофей дар божий был дан тебе он бездействует тебе надо возгревать его это слово возгревать означает возвращать к жизни это означает воспламенять его как огонь представьте себе как огонь начинает угасать вы раздуваете его подкидываете дров и внезапно он снова разгорается наши дары могут бездействовать это богом данная способность и ты можешь дремать не пользуясь ею почему павел сказал тимофею что это из-за духа робости я не буду тратить время сейчас чтобы говорить об этом потому что у меня есть целый курс под названием сокрушая робость у меня написано целая книга под названием сокрушая робость бывало что я поднимался проповедовать и не мог настроить сам себя на проповедь я сильно смущался вчера я проповедовал как будто в огне так свободно так задорно полной радости сегодня я не могу собраться с мыслями что происходит какой грех я совершил когда в реальности я попал под дух робости ведь бог дал нам не духа страха а силы любви и благоразумия вот что сказал павел он сказал напоминаю тебе возгревать дар божий который в тебе он в бездействии ты не пользуешься им возгревай его у некоторых из вас может быть правильное восприятие бога но вы как тимофей оставляете свой дар в пренебрежении это очень важно помните что сказал павел горе мне если я не управляю божьим даром хорошо почему потому что бог дал вам этот дар ради блага других людей и если вы не действуете в этом даре это означает что предназначенное им для других не исполнится надеюсь вы что-то получили это очень важно чтобы мы признавали наши дары и не пренебрегали ими из-за робости из-за страха будь то страх незнания божьего характера или искренний страх неудачи и поражения многие люди думают что они потерпят неудачу еще до того как начинают что-то делать страх неудачи это вор он крадет у людей дары данные им богом я очень люблю вас надеюсь вы принимаете эти слова как от папы во христе сердце которого расположена к вам и хочет видеть вас успешными следующий урок следующий урок самый лучший мы поговорим об усилении ваших даров увидимся представляем мессенджер x совершенно новый ресурс платформа для скачивания и просмотра видео это абсолютно новая цифровая библиотека ресурсы по ученичеству от джона или забивер включает видео уроки аудиокниги электронные книги короткометражные фильмы библии и другое новую платформу можно использовать на любых устройствах она совершенно бесплатная на более чем 111 языках ученичество для всех и всюду скачайте приложение или перейдите на сайт мессенджер x точка ком